Есть такая пословица Аксиома, чтобы выжить в настоящем, надо знать свое прошлое, чтобы сделать правильные выводы и анализ событий. И вот такая теория, что Шумерское царство это первое государство инопланетян. Ну тут вот это недавно вышла эта статья, самое загадочное государство в истории человеческой цивилизации, знания, технологии, архитектура этого народа до сих пор поражает ученых своей продвинутостью и совершенством. Ну что тут мы видим, если это на камне сделано, до нас дошло цивилизация древних Шумер с момента своего открытия стала предметом обсуждения в течение многих лет. Согласно легенде, существование древних космонавтов инопланетное присутствие берет свое начало в древней Месопотамии. Здесь состоялся один из первых случаев контакта землян с пришельцами. Но много есть факторов тех, что как делали планету Земля, как воздух сюда закачивали, как расселяли расы, потому что все так оно появиться не могло. И вот Сирия, где сейчас много событий происходит, видите, Месопотамия, Каспийское море, не так далеко и от нас. Персидский залив. Климат там хороший, в отличие от нас, что зимой тут перемерзаем. Среди историй невероятных встреч богов и технологий, которые являются неотъелимой частью древней шумерской культуры, есть несколько историй, которые указывают на внеземное посещение шумер инопланетянами. Так ли это исторически сейчас уже никто не скажет, но знающие люди уверены, пришельцы, сыгравшие роль богов, были. Ну, конечно, были. Тут много по всей планете таких фактов и осталось свидетельств в виде камней, таких вот зданий, сооружений, что были другие технологии. Со слов «Царство спустилось с небес», вот там что-то шумерское, это клинопись вспоминается. Формулы шумеры астрономическими, это все обладали, и майя, и все приводят факты, у всех были календари, которые отчитывают от одной даты, там 11 тысяч лет до нашей эры, что-то было какое-то событие. Плюс тысячу лет у нас добавили, когда буковку «И» дописывали, что именно от типа Иисуса, и потом то буковка «И» стала тысячью. Так что все наше это летоисчисление после славянского, сейчас у нас 7529 год, это все Филькина грамота. Таблички НЛО в древней шумерской истории. Но тут они просто делают анализ этих всех табличек, которые есть. Цари у нас тут у славян более богатая история, чем у них, у шумеров. Хотя может и славяне, ну скифы, скифы это славяне, со скифов потом получились славяне, переименовали. Скифы исчезли после немецких историков, которые нам тут историю написали. Такие они инопланетяне по-ихнему. Ануннаки. Надо будет когда-то подготовить правдивую историю по этим всем делам. Потому что смотришь, тут каждый как хочет, так и крутит. Человек должен иметь выход в астрал, чтобы считать информацию, как оно было. А чтобы выйти в астрал, что нужно? Нужно, чтобы тело и разум были единым целым. Четвертого тысячелетия с планеты Нибиру. Откуда ты, автор, знаешь, с какой они там планеты были? Черные птицы у шумеров назывались Му. Ну, много всего приведено. Ну, как говорится, все кормят нас своими историями. Делают себе статьи, чтобы их смотрели. Ну, можете остановить видео, прочитать текст. Хотя тут цельного знания вы не получите. Знания, они рядом с каждым. Они хотят, люди, протянуть руку и взять знания. А вот в гугл поиске дать шумерское царство. Вот оно тоже дает Месопотамия. Исторический памятник. Потом тут, что тут идет еще? Сейчас увеличим чуть. Ну, но в музеях есть. Еще вот там стоят Месопотамия. И в Ираке. Еще. Великий Зикурат. Ура! Ну-ка, его открыть. Что это за Великий Зикурат? Ну-ка, щелкнуть по фотографиям. Видите, какие строения. Особенно вот это поражает. Строение. Человек не хочет знать свое предназначение. Подобольствуемся вот этими всеми писульками, которые не дают истинной картины мира. А ведь самосовершенствование, это доступно каждому. Но никто не хочет его использовать. Потому что это сложно. Хочется и вкусно покушать, и полежать, и все остальное. Оно отрывками, и это цельная система самосовершенствования есть. Но никто не хочет это все объединить в встроенную систему, теорию, и потом показать своим примером практику. Все берут кусочками, кто-то йога, и кто-то еще чем-то. А так, чтобы все показать, как должно быть, что-то люди не хотят. А сейчас 2020-2021 год какой был тяжелый. Взялись они за сокращение населения уже по-настоящему. Страны те с подушкой хорошей, как Германия, там потеряла 250 миллиардов евро. Таким-то, как говорится, как с гуся вода Германии. Но это сейчас в первый год. А второй, третий год, что дальше будет. Заходите на канал, тут вот по поиску, кому что интуиция подскажет. Вот тут вот смотрите, значочек видео. Вводите поиск запроса видео. Посмотрите про общество, про государство, про саморазвитие. Может что-то и найдете для себя. А так на YouTube-канале я потом выложу более-менее стройную теорию всего происходящего. Но это уже со временем. Надо, как говорится, личным примером это все делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok